За последние столетия авиация В основе всего лежат взаимоотношения летчика и самолета, прекрасного и капризного создания наделенного огромной силой, которую нужно постоянно держать под контролем. Авиационные рекорды являются результатом постоянной борьбы человека с машиной и каждая неудача становится толчком к дальнейшему освоению воздушного пространства. Россия. Забытые годы. История авиации. Часть вторая. Во время Второй мировой войны потенциал поршневых авиадвигателей был полностью исчерпан. Конструкторы понимали, что для достижения больших скоростей требуется принципиально новая идея. Советские инженеры начали активно разрабатывать реактивный двигатель на жидком топливе. Первые испытания проводились на земле. Затем на планерах и модернизированных самолетах с поршневыми двигателями. Летом 1941 года московские конструкторы Александр Березняк и Алексей Исаев построили первый советский реактивный самолет. Би-1 был легким деревянным перехватчиком с реактивным двигателем на жидком топливе. С приближением германских войск самолет был эвакуирован на Урал. Весной 1942-го во время первого полета Би-1 Григорий Бахчеванджи развил скорость 800 км в час. Испытания Би-1 оказались очень трудными и опасными. Летчику постоянно угрожала азотная кислота, пробивавшаяся через сочленение трубопроводов и топливного бака. Перед посадкой следовало полностью израсходовать весь запас топлива. В тяжелых климатических условиях Сибири обслуживать эти самолеты было нелегко. В марте 1943 года во время седьмого полета Би-1 вошел в штопор и врезался в землю. Летчик погиб. И программу быстро свернули. Восемь уже построенных машин так и не поступили в войска. Эксперименты с реактивными самолетами продолжило конструкторское бюро во главе с Артемом Микояном и Михаилом Гуревичем. Эти конструкторы активно искали новые конфигурации и новые двигатели для своих машин. В 1945 году они построили МиГ-8, странный самолет с поршневым двигателем принципиально новой конфигурации, с размещенными на носу стабилизаторами и новыми стреловидными крыльями. Также в 1945 году был создан И-250 с поршневым и реактивным двигателями. В 1947 году было построено два самолета И-270, оснащенных жидкостными реактивными двигателями. Но оба потерпели катастрофу. Проект был свернут в пользу работ по более перспективному турбореактивному истребителю МиГ-9. В СССР еще не было освоено производство турбореактивных двигателей, поэтому первые образцы МиГ-9 оснащались двигателями БМВ, захваченными в Германии. Алексей Гринчик впервые поднял в воздух МиГ-9 в апреле 1946 года. Через три месяца испытатель погиб. Во время показа самолета высшему военному командованию МиГ-9 упал на землю и взорвался. Хотя причины катастрофы были неясны, испытания продолжились. После некоторой доводки самолет был запущен в СССР, и стал первым советским реактивным истребителем. Исследования в области реактивного самолетастроения набирали ход. В 1946 году было построено еще три реактивных самолета Су-9. КБ Сухова, созданный на основе германского МЕ-262, показал неплохие результаты. А чисто советский ЛА-150 КБ Лавочкина не оправдал возлагавшихся на него надежд. Но ни тот, ни другой самолет не были запущены в серию, потому что, пользовавшийся особым уважением Сталина Александр Яковлев, предложил свой Як-15, модифицированную версию истребителя с поршневым двигателем Як-3. Хотя самолет получился явно неудачным, было построено большое количество Як-15 и следующие модели Як-17. Частые катастрофы первых реактивных самолетов ввели к бессмысленным потерям опытных летчиков-испытателей. Для сохранения жизни пилотов было создано катапультируемое кресло. Хотя во время катапультирования организм подвергался серьезным перегрузкам, новое устройство спасло жизнь ни одного летчика. Впервые установленное в 1946 году на истребителе Су-9 такое кресло стало вскоре надежным средством эвакуации летчиков во время полетов на сверхзвуковых скоростях взлета и посадки. Конструкторы стремились достичь как можно более высоких скоростей. Для этого стали применять новое стреловидное крыло. В 1948 году Семен Лавочкин создал истребитель со стреловидным крылом Ла-15, который почти достиг скорости звука. Еще один истребитель со стреловидным крылом МиГ-15, созданный в 1947 году в КБ Микояна, был запущен в широкое производство. МиГ-15 и его преемник МиГ-17, отличавшийся большей стреловидностью крыла, были надежны и просты в обращении. На каждом самолете устанавливали серьезное вооружение — одну 37-миллиметровую и две 23-миллиметровых авиапушки. Специальные крепления для топливных баков или бомб, расположенные на нижней поверхности крыла, расширяли возможности истребителя. Пилоты, которые никогда не летали на реактивных самолетах, быстро осваивали МиГи. Эти машины использовали в качестве летающих лабораторий для испытаний новинок, например, систем дозаправки в воздухе и крыльев различной стреловидности для достижения еще больших скоростей. Тысячи МиГов экспортировались в страны Восточного блока. В 1950 году в Корее МиГ-15 вступил в первый воздушный бой реактивной эры с самолетами бывших американских союзников. Проворный МиГ-15 одерживал легкие победы над устаревшими американскими истребителями, неспособными надежно прикрывать бомбардировщики во время выполнения боевого задания. Американцы были вынуждены отправить в Корею истребители F-86 «Сейбр». МиГи были легче и маневреннее F-86 и обладали большей огневой мощью. Однако эти преимущества компенсировались присутствием на борту F-86 без ценного в воздушном бою радиолокатора. Под прикрытием F-86 американские бомбардировщики до основания разрушили Пхеньян. Реактивные истребители в Корее летали выше и быстрее, чем их предшественники времён Второй мировой войны. Однако тактика воздушного боя оставалась той же. Всё изменилось после появления управляемых ракет. Хотя вскоре после войны советские ВВС полностью перешли на турбореактивные истребители, более тяжёлые самолёты по-прежнему оснащались поршневыми двигателями. Основной советский стратегический бомбардировщик первого послевоенного десятилетия Ту-4 был практически точной копией самолёта компании «Боинг Би-29» «Летающая крепость». В качестве основы для разработки Ту-4 использовался один из Боингов, совершивший в 1945 году аварийную посадку на советском Дальнем Востоке. В конструкции Ту-4 были использованы последние достижения американской авиапромышленности. В начале 50-х годов на основе Ту-4 был создан гораздо более тяжёлый Ту-85, последний советский бомбардировщик с поршневыми двигателями. Постепенно и на тяжёлые самолёты, в первую очередь на тактические бомбардировщики, стали устанавливать реактивные двигатели. Первый советский реактивный бомбардировщик Л-28 КБ «Илюшина» появился в 1948 году. Надёжность принесла этому самолёту любовь лётчиков и механиков. Некоторые из этих машин оставались на вооружении целых 25 лет. После Второй мировой войны большой популярностью стал пользоваться ежегодный авиапраздник «Втушино». Его посещали тысячи зрителей. Людей развлекали высшим пилотажем на лёгких спортивных самолётах и воздушными парадами. Стало традицией впервые показывать широкой публике новые боевые самолёты именно на Тушинском празднике. Сюда приезжали члены правительства, руководители партии, военное командование. В августе 1955 года над «Втушино» появились 60 тяжёлых реактивных самолётов. «Армада» впервые показанных ядерных бомбардировщиков потрясла зрителей. Были представлены три вида стратегических бомбардировщиков, разработанных, испытанных и запущенных в серию в течение предыдущих четырёх лет. Два из них — турбореактивный Ту-16 и турбовинтовой Ту-95 — были созданы Андреем Туполевым. Третий самолёт, названный 103М, был создан в новом КБ под руководством Владимира Мясищева. Первым из этих бомбардировщиков производства был запущен Туполевский Ту-16. На этом самолёте стояли два мощных турбореактивных двигателя. Поскольку длина не позволяла установить двигатели под крылом, они были размещены между крылом и фюзеляжем. Новая конструкция оказалась удачной. После многочисленных усовершенствований и изменений Ту-16 остаётся на вооружении вот уже 40 лет. На первой версии бомбардировщика устанавливалось 7 23-миллиметровых авиапушек. Он мог нести 2,5 тонны бомб на расстоянии до 6000 километров. В числе модификаций Ту-16 самолёт-заправщик и самолёт-носитель крылатых ракет. Именно Сту-16 сбрасывались атомные и водородные бомбы во время частых ядерных испытаний 50-х-60-х годов. Мирные версии Ту-16 был первый советский реактивный пассажирский самолёт Ту-104, поднявшийся в воздух в 1955 году. Ту-95 был создан для выполнения межконтинентальных стратегических заданий. Этот огромный самолёт был оснащён четырьмя турбовинтовыми двигателями по 15 тысяч лошадиных сил каждый. Даже сегодня они остаются самыми мощными двигателями в своём классе. Ту-95 нёс свыше 10 тонн груза на расстоянии более 9,5 тысяч километров. При установке системы дозаправки в воздухе дальность полёта увеличивалась. Дальность полёта стала определяться не техническими характеристиками самолёта, а человеческой выносливостью. Первые модификации Ту-95 несли запас бомб внутри фюзеляжа или крылатые ракеты на специальных внешних держателях. Эти ракеты большой дальности, создававшиеся на основе истребителей, можно было запускать, не входя в зону контроля вражеских сил ПВО. С появлением новых типов крылатых ракет Ту-95 был модернизирован. Этот самолёт с барабанной пусковой установкой крылатых ракет, размещённый в бомбовом отсеке, выпускался до 1992 года. Интересной модификацией Ту-95 был Ту-126, самолёт дальнего радиолокационного дозора, построенный в начале 60-х годов. В специальном круглом отсеке диаметром 10 метров размещался сверхмощный радиолокатор «Лиана». Систему радионаблюдения обслуживал экипаж из 24-х человек. Ещё одной модификацией знаменитого бомбардировщика Туполева стал дальний авиалайнер Ту-114. Во время Карибского кризиса 1962 года Ту-114 со 170 пассажирами на борту или грузом соответствующей массы совершали регулярные беспосадочные рейсы из Москвы в Гаванну, преодолевая расстояние более 10 тысяч километров. Третий бомбардировщик, показанный на авиапразднике в Тушино, 103М КБ Мясищева, в конце 50-х годов был оснащён новыми, усовершенствованными двигателями. Этот самолёт под кодовым названием М4 установил целый ряд мировых рекордов, включая полёт с грузом 36 тонн на высоте 9 тысяч метров. Было создано несколько модификаций М4 — бомбардировщик, самолёт-разведчик и самолёт-заправщик. У реактивных бомбардировщиков увеличивалась грузоподъёмность, а у истребителей росла скорость. В 1954 году МиГ-19 КБ Микояна стал первым советским серийным сверхзвуковым истребителем. В этом самолёте были применены многие элементы нового поколения истребителей, подвижное горизонтальное оперение, радиолокатор и управляемые ракеты класса «Воздух-воздух». Одна из модификаций этого самолёта, СМ-30, оснащённая ракетным ускорителем, использовалась при испытаниях пусковой установки катапультного типа. С усилением гонки вооружений военные школы и академии стали готовить тысячи лётчиков и инженеров для военно-воздушных сил. Значительно увеличилась численность личного состава и авиапарка ВВС. Множество новых специалистов пришло в конструкторские бюро, которые превратились в огромные предприятия, обладавшие неограниченными возможностями в проектировании, производстве и испытании новых машин. Каждое бюро имело свою специализацию. Артём Микоян славился истребителями МИГ. Ещё одним знаменитым конструктором истребителей был Павел Сухой, создатель семейства Су. Александр Яковлев создавал относительно лёгкие самолёты различных областей применения. Андрей Туполев строил тяжёлые военные и гражданские самолёты. Сергей Илюшин занимался пассажирскими авиалайнерами. Правительство Хрущёва увеличивало финансирование военной авиации. Конструкторские бюро тратили огромные деньги и раз в 2-3 года выставляли новые образцы боевых машин. В 1958 году было начато производство истребителя со стреловидным крылом Су-7. Эту машину, вооружённую бомбами и ракетами, укреплёнными под крыльями, а также двумя 30-мм пушками, размещёнными в основании крыльев, использовали в основном для ударов по наземным целям. Два дополнительных топливных бака, размещённых под фюзеляжем, значительно увеличивали дальность полёта Су-7, позволяя ему наносить удары по целям, находящимся на расстоянии более 800 километров от родного аэродрома. Этот самолёт, оснащённый мощными турбореактивными двигателями, с форсажной камерой, развивал скорость до 2000 км в час. Прекрасная маневренность сделала Су-7 грозным соперником других истребителей. В 1958 году в воздух поднялся и новый истребитель Артёма Микояна. МИГ-21 с облегчёнными треугольными крыльями имел рабочий потолок 18 тысяч метров и обладал высокой скоростью набора высоты. На МИГе устанавливали различные вооружения для ведения воздушного боя. Под фюзеляжем размещалась 23-х или 30-ти миллиметровая авиапушка и ракеты класса «Воздух-воздух» с тепловой головкой или системой самонаведения по радиоизлучению. Радиолокатор облегчал обнаружение цели и способствовал большей эффективности при использовании этого самолёта в качестве перехватчика. За 28 лет использования МИГ-21 в ВВС его модернизировали более 20 раз. Этот самолёт не боялся перепадов температур. Он был одинаково надёжен в Арктике и в пустынях. На протяжении 30 лет МИГ-21 был основой ВВС более чем 30 стран Европы, Азии и Африки. Он сыграл решающую роль в сражениях в небе Вьетнама и Ближнего Востока. С эскалацией военного конфликта во Вьетнаме в 1965 году северяне обнаружили, что их старые медленные МИГ-17 были достаточно эффективны лишь в борьбе с тяжёлыми тактическими истребителями Ф-105. А вот против сверхзвуковых истребителей Ф-4 «Фантом» они были абсолютно бессильны. Ситуация изменилась после того, как в апреле 1966 года во Вьетнаме появился МИГ-21. Хотя Ф-4 отличался большей огневой мощью и лучшей электроникой, маневренность МИГ-21, за штурвалами которых сидели советские и северо-вьетнамские лётчики, часто обеспечивала советским истребителям победу. Представители северного Вьетнама утверждали, что на каждый сбитый МИГ-21 приходится четыре сбитых американских самолёта. В начале 60-х годов вдохновлённая успехами в области ракетостроения и освоения космоса правительства Хрущёва направила туда часть средств, выделявшихся раньше авиацией. На место перехватчиков должны были прийти ракеты класса земля-воздух, а на место стратегических бомбардировщиков межконтинентальные баллистические ракеты. Несколько КБ были закрыты или перепрофилированы на создание космической техники. В то же время правительство поддерживало создание гражданской авиации. В начале 60-х годов были построены реактивные пассажирские самолёты, которым предстояло летать по маршрутам аэрофлота на протяжении последующих 20 лет. В 1963 году Андрей Туполев создал Ту-124 авиалайнер средней дальности, оснащённый двумя надёжными и экономичными турбовентиляторными двигателями. За ним появился Ту-154, более мощный самолёт, рассчитанный на 160 пассажиров. В 1963 году начал выполнять полёты по маршрутам протяжённостью до 9500 километров Ил-62 КБ Сергея Илюшина. Самолёты Туполева и Илюшина выпускались сотнями, и вскоре аэрофлот стал одной из крупнейших авиакомпаний мира. Леонид Брежнев, ставший во главе партии в 1964 году, оценивал потенциал советских ВВС более реалистично, нежели Никита Хрущёв. В 1967 он посетил аэродром Домодедово, где состоялся большой авиапраздник. Внимание Брежнева означало финансовую поддержку. Вскоре ВВС и силы ПВО получили новые самолёты. После Второй мировой войны противовоздушная оборона была выделена в отдельный рот войск. В 1950-е годы лётчики ПВО летали на мигах и на дозвуковом истребителе перехватчике Як-25 с принципиально новым шасси. Оснащённые двумя турбореактивными двигателями, эти самолёты развивали скорость до 910-х м. Благодаря радиолокатору, размещенному выпуклым носу самолёта Як-25 стал первым советским всепогодным боевым самолётом. Появившийся в 1958 году Як-25 отличался большим углом стреловидности крыла. Этот самолёт преодолевал звуковые барьеры и вместо авиапушек был вооружён ракетами класса «воздух-воздух». В 1960-е годы появилось новое поколение сверхзвуковых истребителей и перехватчиков. Тяжёлые Ту-128 заняли место на передовом крае советской ПВО. Эти самолёты были оснащены мощным радиолокатором и вооружены ракетами Р-4 класса «воздух-воздух» дальностью действия 45 км, размещенными под крыльями на специальных креплениях. Самый большой в мире перехватчик 30-метровый Ту-128 предназначался для борьбы со стратегическими бомбардировщиками Б-52 и баллистическими ракетами СНАРК, которые могли проникнуть в советское воздушное пространство через Арктику. Оснащённые огромными двигателями с форсажной камерой Ту-128 развивали скорость до 1,8 м и могли оставаться в воздухе три часа. Ближние подступы к гражданским и военным объектам прикрывали истребители с треугольным крылом Су-15. Эти лёгкие самолёты, знаменитые своими рекордами высоты, были оснащены двумя ракетами средней дальности Р-8. В 1969 году в подразделение ПВО поступил новый истребитель-перехватчик МиГ-25. Этот самолёт должен был перехватывать скоростные высоколетящие цели, например, истребитель СР-71 Блэкберт. Прекрасные показатели МиГ-25 и секретность, которая его окружала, сделала самолёт легендарным. Оснащённый двумя турбореактивными двигателями с форсажной камерой, этот грузный 36-тонный самолёт развивал скорость до 3000 км в час и имел рабочий потолок 15,5 тысяч метров. МиГ-25 оставался для Запада большой загадки до сентября 1976 года, когда из России бежал старший лейтенант советских ВВС Александр Беленко, перегнавший свой МиГ-25 в Японию. В начале 70-х модернизированный МиГ-25 использовался во время Ближневосточного конфликта в качестве самолёта стратегической разведки. Эти машины, развивавшие скорость до 2,5 м, были недоступны для перехватчиков. На МиГ-25 были установлены 29 рекордов скорости максимального потолка и скорости набора высоты. В основном они принадлежат старшему лётчику-испытателю КБ Микояна Александру Федотову. Федотов первым садился за штурвал новых МиГов до 1984 года, когда в результате авиакатастрофы он погиб. Однако огромные советские перехватчики не были самыми большими сверхзвуковыми самолётами. В 50-е годы КБ Мясищева разработала куда более тяжёлый сверхзвуковой бомбардировщик М-50. Правда, в начале 60-х годов в результате сокращения расходов на авиацию программа была свёрнута, а КБ закрыта. Но во второй половине 60-х годов работа над сверхзвуковыми тяжеловесами развернулась с новой силой. На вооружение поступил Ту-22. Этот бомбардировщик средней дальности действия, предназначенный для борьбы с группами авианесущих судов, мог доставлять до 8 тонн бомб или крылатые ракеты на расстоянии до 5,5 тысяч километров. Оснащённый двумя турбореактивными двигателями с форсажной камерой, размещенными в задней части фюзеляжа, Ту-22 мог развивать скорость до 1,4 м. В 1972 году Павел Сухой построил цельно-титановый Т-4. Этот стратегический самолёт с дистанционным управлением, рулями, при помощи электроприводов, так и остался в стадии экспериментов из-за своей огромной стоимости. На протяжении многих лет Андрей Туполев думал над созданием сверхзвукового пассажирского самолёта с принципиально новым крылом. Работа по этому проекту началась в середине 60-х годов. Проводились серьёзные испытания в аэродинамической трубе, а также испытательные полёты на небольшом аналоге будущего самолёта МИГ-2111. В результате появился оснащённый четырьмя двигателями Ту-144 сверхзвуковой пассажирский самолёт, совершивший первый полёт в 1968 году и развивший скорость 2М. В начале 70-х годов самолёт был запущен в производство. Довольно быстро удалось разработать новую методику сборки больших плоскостей крыла. В 1977 году Ту-144 начал выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва-Алма-Ата, перевозя 100 пассажиров со скоростью около 2000 километров в час. Однако эти полёты были слишком дороги. Для каждого рейса требовалось более 100 тысяч литров топлива. Кроме того, самолёт получился слишком шумным и наносил огромный вред озоновому слою земли. Вскоре полёты были прекращены, а программа советских сверхзвуковых пассажирских самолётов свёрнута. В начале 70-х годов истребители стали развивать скорости в два, то и в три раза превышающие скорость звука. Увеличение скорости стало причиной большей нестабильности при взлёте и посадке. Теперь истребителям требовались более длинные полосы. чтобы избежать больших затрат на перестройку аэродромов нужно было найти способы сокращения взлётного и посадочного пробега. Казалось, легче всего оснастить истребители ракетными ускорителями и посадочными парашютами, но этого было недостаточно. требовалось улучшить характеристики при полётах как на высоких, так и средних скоростях. Весьма популярным решением стало крыло изменяемой геометрии. Впервые оно было применено в 1966 году на экспериментальной модификации Су-7 в самолёте Су-71Г. Часть крыла могла менять угол стреловидности с 30 до 60 градусов. Сложенные крылья обеспечивали более высокую скорость на рабочих высотах, а развернутые в сочетании с парашютом уменьшали посадочный пробег. Су-71Г превратился в штурмовик Су-17, способный взлетать прямо с земли из заснеженного аэродрома. на истребителе Микояна МиГ-23 угол стреловидности могло менять всё крыло. Это ещё больше сократило пробег при посадке и увеличило маневренность самолёта и на высоких и на низких скоростях. Первый вариант МиГ-23, показанный в 1967 году, был чистым истребителем. Оснащённый турбореактивными двигателями с форсажной камерой, он развивал скорость до 2700 км в час. МиГ-23 был вооружён 23-мм авиапушкой и ракетами класса воздух-воздух малой и средней дальности и оснащён радиолокатором САПФИР и прибором инфракрасного слежения. Однако пилоты, испытавшие эти самолёты в реальных боях на Ближнем Востоке, жаловались на неудачную электронную систему управления. Ошибочное определение расстояния и плохое распознавание сводило на нет все преимущества самолёта. В 1970 году самолёт превратился в штурмовик. Новая версия МиГ-27 была лишена радиолокатора, зато вооружалась шестиствольной 30-мм авиапушкой, а также бомбами и ракетами, в том числе и класса воздух-земля. Ещё одним самолётом с крылом изменяемой геометрии был Су-24 КБ Сухого, тактический бомбардировщик, поступивший на вооружение в 1974 году. Двухместный советский Торнадо мог нести более 7 тонн бомб. Он был оснащён новейшей электроникой, например, радиолокатором слежения за поверхностью, который позволял самолёту лететь у самой земли со скоростью 1300 км в час. В 1967 году крупнейшие КБ представили свои первые модели самолётов короткого взлёта и посадки. Правительство Брежнева рассматривало эти машины в качестве элементов авиации и морского базирования. КБ Сухого предложило Т-58ВД модификацию перехватчика Су-15 оснащённую дополнительными подъёмными двигателями. МИГ-23УВБ с треугольным крылом также имел подъёмный двигатель и мог взлетать и садиться на полосе длиной всего 200 метров. Яг-36 КБ Яковлева был оснащён системой управления соплами, менявшей направление реактивной струи. Этот самолёт мог совершать вертикальные взлёты и посадки, а также зависать в воздухе. Он стал прототипом первого советского истребителя с вертикальным взлётом Яг-38, который поступил на вооружение в 1975 году. Эти истребители размещались на новых авианосцах класса Киев. Яг-38 по-прежнему состоит на вооружении, хотя этот самолёт не любят лётчики и техники, которые дали ему немало нелестных прозвищ. В жаркую погоду эти тяжёлые и неуклюжие самолёты не могут совершить вертикальный взлёт с полными топливными баками. Часто они терпят катастрофу без всяких видимых причин. На авианосцах класса Киев также размещаются противолодочные вертолёты Ка-27. Эти вертолёты оснащены системой обнаружения звучащих целей и вооружены торпедами. Ка-27 одна из типичных машин Николая Камова. Кабе Камова специализируется на небольших многоцелевых вертолётах с двумя соосными винтами, которые обеспечивают большую маневренность. Единственным исключением стал огромный крылатый грузовой вертолёт Ха-22, созданный в 1960 году. Камов и некоторые другие конструкторы, которые в конце 40-х годов начали заниматься вертолётами, предпочитали соосную схему расположения винтов. Михаил Миль разрабатывал другой вид воздушных судов. Первый серийный вертолёт Миля Ми-1 был оснащён небольшим хвостовым винтом. Эта конструкция, позволявшая развивать большую скорость, использовалась в большинстве машин Миля. Его вертолёты широко применялись как в военных, так и в гражданских целях. Наиболее известный огромный грузовой вертолёт Ми-6 грузоподъёмностью 10,5 тонн, многофункциональный Ми-8 и вертолёт подъёмный кран Ми-10К способный переносить крупные грузы на внешних держателях. Ещё одним детищем КБ-Миля является основной боевой вертолёт российских ВВС Ми-24. Вооружённый 23-мм авиапушкой, пулемётами и ракетами, Ми-24 широко применялся во время советских военных операций в Афганистане. Сначала Ми-24 были уязвимы для американских зенитных систем «Стингер». Однако, после установки подавителей инфракрасного излучения и отвлекающих ракет, эти вертолёты стали настоящим проклятием для отрядов афганских маджахедов. В афганской войне приняли участие некоторые самолёты нового поколения. Одним из них был штурмовик Су-25. Кроме 30-мм пушки, этот лёгкий дозвуковой самолёт был оснащён десятью внешними держателями для различных видов вооружений, бомб и противотанковых ракет. Маневренный и быстрый, прикрытый титановой бронёй Су-25 был трудной мишенью для зенитных систем. Даже после десятка попаданий этот самолёт совершал уверенную посадку. Его быстро чинили и вновь отправляли в полёт. В конце 70-х годов появилось четвёртое поколение советских реактивных истребителей. В 1977 году впервые поднялись в воздух прототипы будущих истребителей МиГ-29 КБ Микояна и Су-27 КБ Сухого. Эти истребители составляют основу современных российских ВВС. При создании Су-27 были использованы все новейшие достижения в аэродинамике, а также конструкции двигателей, электронные системы управления, например, обтекаемая форма, турбовентиляторные двигатели, композитные материалы и бортовые компьютеры. Уникальная аэродинамика и дистанционное управление рулями с помощью электроприводов сделали перехватчик Сухого самым маневренным российским самолётом. Мощные турбовентиляторные двигатели позволили Су-27 летать со скоростью 2500 км в час на расстоянии до 4000 км. Этот самолёт несёт ракеты малой и средней дальности класса воздух-воздух на 10 внешних креплениях. Обнаружение цели обеспечивает мощный радиолокатор, а её сопровождение станция лазерного слежения. Су-27 состоят на вооружении частей ПВО, прикрывающих Дальний Восток и Арктику. Истребитель МиГ-29 КБ Микояна легче перехватчика Су-27 Он предназначен для воздушных боёв на малой и средней дальности. При равных Су-27 скорости и рабочем потолке МиГ-29 прославился высокой скоростью набора высоты 330 метров в секунду и чрезвычайно крутыми виражами. Стандартное вооружение входит 30-мм авиапушка и 6 ракет класса воздух-воздух. Самолёт оснащён радиолокатором, специальной оптической системой и размещенным на шлеме прицелом. В 80-е годы на вооружение поступило ещё несколько стратегических самолётов. КБ Туполева разработало тяжёлый сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160, способный нести до 12 крылатых ракет в барабанных пусковых установках внутри фельдюляжа. Этот гигант способен без дозаправки преодолевать до 14 тысяч километров. Возродившееся КБ Мясищева предложило ВМТ, тяжёлый самолёт, способный перевозить крупные грузы на фюзеляжи, а также М-70. Грациозный высотный разведывательный самолёт. В 1987 году впервые поднялся в воздух новый сверхзвуковой истребитель с вертикальным взлётом Як-141. этот самолёт должен был заменить Як-38 на авианосцах класса Киев. В результате совместного использования экономичных турбовентиляторных двигателей с контролем направления тяги и двухподъёмных двигателей дальность действия этого грозного самолёта увеличилась до 2200 километров. Горбачёвкин 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 представленного в Ля-Бурже в 1985 году составляло более 120 тонн. Последняя разработка КБ Антонова тяжёлый Ан-225 Мрия мог брать на борт более 220 тонн груза и нести на фюзеляже космический корабль многоразового использования Буран. В 1988-1989 годах на западных авиасалонах были представлены МиГ-29 и Су-27. Высший пилотаж, который показывали на этих машинах советские лётчики, поразил зрителей. Такие фигуры, как Кобра и Нож, не мог повторить ни один западный самолёт. В результате распада Советского Союза пострадали и ВВС и Аэрофлот. Однако Россия сохранила возможности поддерживать и развивать свою авиацию. Официально приняв оборонную и военную доктрину, правительство России и военное командование после многолетней советской секретности открыто освещает деятельность военной авиации. Рядом с небольшим подмосковным городком Кубинка была создана демонстрационная база ВВС. Здесь из лучших российских лётчиков было сформировано три особых эскадрильи. Эти асы на обычных немодернизированных истребителях показывают фигуры высшего пилотажа, который не может повторить ни один другой самолёт. Пилоты из Кубинки часто выступают на авиапразниках по всей России. Эти талантливые авиаторы, демонстрирующие в мирное время отличную боевую подготовку представляют новые поколения российских лётчиков. Именно они могут обеспечить интеграцию российской авиации в международное сообщество после 75-летнего пребывания за железным занавесом. Материалы подготовлены Дмитрием Болотовым, Андреем Фоминым, Олегом Самариным, Александром Айзенбергом, Джуди Болбрюс. Автор текста Максим Золотухин, консультанты Николай Митрофанов, Юрий Бараусов, продюсеры Джон Дукас, Мэтью Кинг-Кауфман, Максим Золотухин, режиссёры Мэтью Кинг-Кауфман, Максим Золотухин. Архивные документы предоставлены Российским государственным архивом кинофотодокументов, Гостелерадиофондом, Центральным домом авиации и космонавтики имени Фрунзе, производство компании Sternlight, крупный план Castle Communications. На русский язык фильм озвучен телекомпании НТВ.